Минувшая пятница подарила новопортовцам сразу два замечательных праздника. И школа, и детский сад Теремок встретили юбилеи. Школе исполнилось 85 лет, а детскому саду 80. В стенах школы собралось множество самых разных гостей, которые приехали специально для того, чтобы лично поздравить новопортовцев с этим грандиозным событием. Для гостей устроили экскурсию и организовали трогательный концерт, в котором приняли участие педагоги и их ученики. О том, как проходил двойной юбилей, смотрите в сюжете Екатерины Маховой. Очень рада вас посетить. Желаю вам сегодня хорошего настроения, ярких эмоций, и чтобы этот день вы запомнили до конца своей жизни. И вспоминали с радостью и с любовью. Проходите. По традиции, дорогие гостей привечали хлебом с солью и провожали в учебное заведение, в котором уже все было готово для обзорной экскурсии. Она в этот день была посвящена прогрессу и техническим профессиям будущего. Дефицит инженерных специальностей сделал необходимым упор на точные науки. В этой школе для такого развития есть все необходимое. На уроках физики ребята ставят различные опыты, используя в своей работе самое современное оборудование. Собирают электрические цепи, решают смешанные задачи, изучают разные физические процессы. Также ребятам доступны учебно-лабораторные аппаратные комплексы «Химия» в школе, которые были приобретены при поддержке компании «Газпромнефть» в рамках проекта «Родные города». Они помогают школьникам лучше понять практическую сторону этой науки и изучать свойства материалов и их взаимодействия. Его уже собрали в шестые классы. Он менее маневренный, как вы видите, но более крутые повороты. То есть задача его та же, но алгоритм работы был построен более точный. Внеурочные занятия по робототехнике тоже доступны новопортовским школьникам. На них ребята учатся собирать роботов разной сложности и наделять их самыми разными функциями. Это направление образования в последнее время одно из наиболее перспективных, потому как здесь дети получают полезный сегодня навык – основу программирования. Техническое оснащение новопортовской школы сегодня радует. В распоряжении детей и педагогов есть 3D-принтеры, 3D-ручки, мощнейшие цифровые микроскопы и двигающиеся модели частей человеческого тела. Такой инструментарий позволяет школьникам выполнять сложные до сих пор задачи, которые ставит им современная школа. Учеба стала практической, экспериментальной и модернизированной, что позволяет современному поколению делать выбор в пользу технических знаний и профессий. К таким выводам пришли организаторы и гости к концу экскурсии. Сохраняя традиции, необходимо смотреть в будущее, тогда есть возможность вырастить гармонично развитое поколение. Большим выпускникам было приятно окунуться в прошлое и оценить своими глазами будущее любимой школы. Я не часто захожу в школу, только работа, как говорится, текучка. То есть вы сегодня ходите и так же удивляетесь? Да, я сегодня удивляюсь тому, что вот когда-то, оказывается, и здесь, вон Жанна Ивановна. А вы здесь учились тоже? Да, я в этой школе учился. Какого года вы выпускник? Я выпускник, дай бог вспомнить, 77-го года. Вот дайте вот сюда подойдем. А ваша учительница здесь где-то есть? Любимая, классная? Вот моя классная учительница, вот она. Классная, вот Курилу Нина Вениаминовна. Она жива до сих пор? Она, да, жива до сих пор. Любимый учитель был у каждого? Ну, классная руководительница, 6 лет была. Как живали? Романовская Нина Дмитриевна. Живали они все? Да, ей 85 лет, я сегодня ей звоню. Главным событием праздничного дня стал торжественный концерт, который объединил в себе сразу два юбилея. Потому и теплые слова звучали со сцены для двух коллективов. В этих датах заключено много ярких событий и потяну сотни человеческих судеб, детей, родителей, педагогов и воспитателей. В их стенах творилась история села Новый Порт. Начиная с 30-х годов 20-го века усилиями этих двух высокопрофессиональных педагогических коллективов в поселке формировалась особая образовательная среда. Каждое выступление почетных гостей завершалось с искренними пожеланиями удачи и творческого поиска, а также торжественным награждением заслуженных работников сферы и людей, отдавших служению детям долгие годы своей жизни. Заслуги этих работников – это успехи детей, гордость родителей и слава за полярное образование. Они – история и сегодняшний день, прошлое и будущее любимого поселка. Гости пришли не с пустыми руками. Коллективам школы и детского сада вручили замечательные подарки, которые помогут сделать учебный процесс еще более продуктивным и интересным. А для школы мы дополнительно подготовили современный хороший очень подарок – это 3D-принтер. Мы поздравляем вас с увелением. Концерт завершился фееричным выступлением участников, который оставил в душах присутствующих трогательный след и вряд ли когда-нибудь забудется. Всем стало понятно, что самые талантливые дети, самые профессиональные педагоги и самые добрые воспитатели живут и работают здесь, в Новом Портуру. Я весь концерт сидел и у меня на душе были одни слова – это слова городка. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Потому что в данном городке мы росли, взрослели, воспитывались. Поэтому хотелось бы сказать большое спасибо школе. Это отличная школа, отличный персонал, грамотный директор. Что там плохо не будет. Вы знаете, это кузница кадров. Здесь именно научили по-настоящему работать. Хотя, ну, я не буду, конечно, говорить плохо о прошлом своем, о том, где я раньше работала. Да, там тоже было интересно. Но на Вартовской школе скажу, что здесь жизнь кипит, бурлит. В школе хочу пожелать дальнейшего процветания. Чтобы все было замечательно. Чтобы у педагогов складывалось все хорошо. Чтобы у них хватало терпения. Чтобы ученики смогли, каждый, проявить свой талант, свои достоинства. Получить самое лучшее знание.